ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Бора. Сэви, мы хотели поговорить вчера, но не вышло. Ну, давай. Нет, давай встретимся. Можешь приехать, если я скажу адрес? Сегодня нет. Готовлю дом к маминому дню рождения. Не могу пока отойти. Давай тогда, я подойду. Может, завтра поговорим? Завтра будет поздно, Сэви. Всего пять минут, прошу. Ладно, но приезжай вечером, хорошо? Увидимся после праздника. Согласен? Хорошо, я буду ждать твоего звонка. Договорились. Да, госпожа Наслихан. Этот выпуск точно выстрелит, конечно. Журнал поможет, да. Да. До встречи. Как дела? Хорошо. Шоу прошло на ура. То фото, наверное, сработало на тебя. Да, народ хочет знать и видеть. Но отношения с нас подпортились. Назовем это небольшой загвоздкой. У меня к тебе предложение. Не хочешь сходить в ресторан? Это поддержит нас. Если ты снова хочешь устроить сцену... Нет. Я хотел, чтобы мы побыли нормальными братьями. Нормальными? День был напряженным. Может, потом расскажу. Мне нужно отвлечься, а ты в этом мастер. Ладно. Поехали. Поехали. Брат, ты забыл цветы. Молодец. Становишься мужчиной. Вот это я понимаю, брат. Красивые цветы. Дорогая. Добро пожаловать. Спасибо. Бора хотел сделать сюрприз. Хорошо, проходите. Идем. Пожалуйста. Спасибо. Тайлан, а я как раз собиралась позвонить тебе. По какому поводу? Ты не мог бы выяснить, кто слил это фото прессе? В этом нет нужды, любовь моя разве не очевидна? Либо шеф, либо кто-то из его семьи. А что, если нет? А кто еще это мог быть? Ати, никто не должен узнать, что это мы. Выложи ее в интернет, пусть ее разнесут везде. Займись этим. Понял? Тайлан, я хочу знать. Уверена, ты можешь выяснить это всего лишь звонком. Если не хочешь в это лезть, я могу попросить Сумру, например, она разберется. Нет, нет, не стоит. Если тебе это нужно, я выясню. А, Севи! Ты здесь? Я думала, ты опоздаешь. Нет, не опоздаю. Мне нужно кое-что тебе рассказать. Пойдем внутрь. Все уже там, поговорим в доме. Но, Севи, я кое-что узнал сегодня. Я должен рассказать. Мама скоро придет, она нас увидит. Но, Севи! Идем! Приятного аппетита. Спасибо. Да, Бора. Да, я в кафе. Хорошо. Это Бора? Да. Он едет сюда? Ну, да. Мне нужно поговорить с тобой, Севи. Дай мне с ним пять минут поболтать, потом с тобой, ладно? Севи, это насчет Боры. Бора? Ролям. Да. И, ты. Все. Попадать. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОПАДАЛЬНИЕ ГУЮЩЕЙСКАЯ МУЗЫКА КОПАДАЛЬНИЕ ГУЮЩЕЙСКАЯ МУЗЫКА Бора. Севи. Знаю, я пришел раньше, чем договаривались. Но я должен тебе кое-что сказать. Что ты хочешь сказать? Что Таиланг Юни-Бакан твой брат? Кто тебе это сказал? Таиланг Юни-Бакан твой брат. Но, чтобы найти ошибки, признавайся. Нет, это не так. Я смотрю, чему я мог бы у тебя научиться. Как я могу что-то делать, когда ты так смотришь? Позволь показать. Вот так. Теперь быстрее. Не думай об этом. Просто верь, что все получится. Такое ощущение, что ты здесь, шеф. Что ты делаешь? Проверяю. Если тесто осталось на носу, все хорошо. Поняла. Подожди. Секунду. Прекрасно. 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 КОНЕЦ Осталось две минутки. Куда ты? Обратно. Не уходи. Мы не закончили. Вот и все. Увидеть тебя сегодня было очень приятно. Я вспоминаю этот момент каждый раз, когда закрываю глаза. Надеюсь, что я увижу тебя не только во сне. Плохие новости? Нет. Мне пора. Дальше справишься сам. Здравствуйте, Тайлан. Здравствуйте. У вас все хорошо? Вам уже помогают? Да, спасибо. Просто смотрю. Кстати, хотела вас поблагодарить. Вы потрясающий человек. Ваш поступок достоин уважения. Я это и вашему брату сказала. Простите, не понимаю, о чем вы. О покупках, которые сделал Бора от вашего имени. Все эти вещи будут переданы сиротам и нуждающимся. У вас добрая душа, Тайлан. Еще раз благодарю вас. Вы хороший человек. Вот это беру. Ты что творишь? Что за пожертвование? Я оказал тебе услугу. Позже поговорим. Я могу опоздать. Объясни папе, Миндзель. Эй, мужик, смотри, какой пиджак. И бренд какой. Продам за сто лир. Нет, пятьдесят. Давай, возьмешь? Эй, ну не убегай. Скупердяй. Добрый вечер. Таиланд. Ты, как всегда, любезен. Рад встрече. И я. Как дела? Я вас увидела, значит, прекрасно. Как вы, Хазим? Я в порядке, спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Разве нас не должна была прийти с тобой? У нас появилось срочное дело. Она скоро приедет. Вы знакомы с моим братом Боро? Здравствуйте. Значит, вы знаменитый Боро. Ваш брат о вас много говорит. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Сядем за стол. Нас скоро будет. Пожалуйста, прошу. Идемте. Садитесь, господа. Минерал, это на суп. Помельче сделай. Слушаю, шеф. Я сзади. Хорошо, шеф. Верай, перец готов. Понял. Лук еще не готов. Дважды сливай. Дважды? Так это уже второй раз. Да, я ее тетя. Если она там, я бы хотела с ней поговорить. Занята. Поняла. Она может мне перезвонить, как освободиться? Передайте ей, пожалуйста. Нас не отвечает. А уж обнем телефон выключен. Ну что ж. Похоже, нас сегодня не появится. Может, в следующий раз. Боро. Она скоро будет сеть. У меня мероприятие сегодня вечером. Я не могу опаздывать и заставлять людей ждать. Лучше бы ты отменил свое мероприятие. Отпусти его, он прав. Непонятно, когда нас к нам присоединится. Спасибо. До свидания. Я вас провожу. Нет, нет, не надо. Спасибо, я сам. Хорошо. Позвоню ей еще раз. Что ж такое? Вообще дозвониться не можешь? Я начинаю волноваться. Похоже, у нее что-то случилось. С чего бы еще она не пришла? Но почему она не позвонила? Рассказала бы, что случилось. О, Всевышний, а что если с ней беда? Тогда бы нам в ресторане сказали. Мы много раз звонили. Я даже не знаю. Таиланд, прости. От лица моей дочери извиняюсь. Прошу, Хазим, все в порядке. Надеюсь, с нас тоже все в порядке. Это главное. Я тоже уже начинаю волноваться. Физа, я устал. Это и был твой план для семейного вечера? Мы сидимся вместе, как семья. Это же так чудесно. Помните, когда мы в последний раз так сидели? Вот и сидите. Слушай, что ты от нас хочешь? Зачем ты держишь нас здесь? Если ты не объяснишь, я ухожу. Ну, в таком случае я тоже с тобой пойду, папа. Нет, нет, нет. Сидите. Вы не можете никуда уйти. Сидите. Вы увидите. Одну минутку. У истины есть дурная привычка открываться. Как ты знаешь, это, брат. Потерпите немного. Через минуту вы увидите, как все тайное становится явным. Дорогие зрители, добро пожаловать на «Начни снова» с доктором любви. Сегодня впервые в нашей студии девушка, которая уже была участницей печальной истории своей жизни. Сегодня я приму гостя, который уже был в моей программе. Все вы знаете ее как сбежавшую невесту. Вы были свидетелями ее ужасных разочарований. Вы грустили вместе с ней и даже плакали. Я поверил в ее боль и искренность, когда она пришла ко мне в гости. То, что она расскажет через минуту, тронет и ваше сердце. Пожалуйста. Да ее высшие силы накажут. А что у нее с волосами? Все никак, я не пойму. Помните, дорогие зрители, доктор любви помогает людям только с разбитым сердцем и обожженными любовью пальцами. Мысли и чувства могут измениться. Это произошло с Асуман. Итак, Асуман, пожалуйста, расскажи нам, как это случилось. Я думала, что приняла правильное решение, когда сбежала от жениха. Я с тобой согласен. Я так и думала. Но потом поняла, что потеряла человека, который являлся единственным хозяином моего сердца, того самого, которого я по глупости отвергла. Я покажу тебе, где раки зимуют. Я чувствовала сильное давление. Не знала, что делать, и не понимала, что чувствую. Я была в растерянности. И ты вышла замуж за того, кто воспользовался твоей запутанной ситуацией, верно? К сожалению. Он отравил меня своими играми, сделал меня врагом для жениха. Так, с меня хватит всего этого. Куда ты? Мы еще не подошли к самой важной части. Сиди, сиди. Я пожалела об этом сразу, как только вышла замуж. Когда я потеряла Феррата, я поняла, какую ужасную ошибку совершила. Но я подала на развод и надеюсь все исправить. Что за слова? Лгунья с кривым ртом. Мама, стой. Разлука еще больше связывает нас друг с другом. Эта влюбленная женщина сделала смелый шаг, чтобы вернуть сегодня своего жениха. Думаю, это достойно восхищения. Что ж, Асуман, Твоё слово. Я очень скучаю по тебе, дорогой. Мне правда очень стыдно. Прости меня. Да, я верю каждому слову, которое сейчас сказала Асуман. Я хотел бы призвать человека в ее сердце. Услышь ее. Я выступаю гарантом любви для Асуман. И ее любовь, и ее извинения очень искренние. Я не сомневаюсь в этом. Вся Турция это увидела. Пожалуйста, слушай мой голос. А теперь давайте все с ним познакомимся. Субтитры сделал DimaTorzok Фират Карасун, ты нас слышишь? Твоя невеста, та, с которой ты хотел прожить целую жизнь, хочет извиниться перед тобой на глазах у всей публики. Нас! Ну что ты тут делаешь? Кто тебя пустил? Как ты смеешь приходить сюда? Убирайся! Я уйду. Просто дай мне все объяснить. Я все тебе расскажу. Ты слышал, что сказала тетя? Убирайся. Пожалуйста, нас послушайте. Я не хочу тебя слушать. Молодой человек, в чем дело? Уходи сейчас же. Мы думали, ты просто шеф, а у тебя были другие цели. Почему ты не рассказал нам обо всем? Вы правы во всем, но позвольте объяснить. Я расскажу вам все. Пожалуйста, Нас, выслушай меня. Ты врал мне, использовал меня. Нас, я влюбился в тебя. Да, я признаю, я хотел отомстить Тайлану, но ты убила во мне весь гнев. Ты так красива и чиста. Я понял, что могу ранить тебя в ходе этой игры. Я люблю тебя, Нас. Пожалуйста, поверь мне. Я не могу тебя потерять. Посмотри на меня. Посмотри. Посмотри мне в глаза. Загляни в мое сердце, Нас. Там только ты. Лишь ты одна. А он все про любовь болтает. Ни стыда, ни совести. Только поэтому ты сблизился с нас. И со всеми нами. Маски сорваны. Мошенник. Маски сорваны. Ты посмотри, брат. Он не уходит. Может охрану вызвать? Как ты думаешь? У тебя была возможность высказаться, а теперь уходи. И не смей больше подходить к моей дочери. Никогда. Корректор А. Кулакова. Улыбочку. И... Снято. Спасибо. Большое спасибо. Приходите ещё. Будем вас ждать. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Для вас и вашей талантливой хозяйки ресторана «Шоферат» я найду особое место в своей колонке. Я уже придумал заголовок. Лакомая французская подруга в Стамбуле. Спасибо большое. Поздравляю. До свидания. Лакомая подруга. Лакомая французская подруга в Стамбуле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, за работу, посетители ждут. Конечно. Тайлан, послушай, ты все неправильно понял. Тайлан! Ну, посмотри же ты на меня, Тайлан. Не хочу сейчас говорить нас. Я очень сердит, боюсь сказать что-нибудь со злом. Тайлан, я понимаю, но послушай меня. Дай объяснить, все совсем не так, как тебе показалось. Скажу лишь одно, ты нас губишь. Губишь. Папа, я... Дома поговорим. Папа, я сама. Да, папа. Не надо, я сама. Как скажете. Принесите мне сумочку, пожалуйста. Ты в порядке? Хорошо. Прости, я тебя в сложную ситуацию поставил. Ты здесь ни при чем. Они просто все неправильно поняли. Тебе не за что извиняться. Ситуация неприятная. Я оказался причиной этого. Разреши мне с ними поговорить. Не стоит, я разберусь. Вот, держите. Спасибо. До свидания. До свидания. Какое уже у Таилана было лицо. Лучший день в моей жизни. Я так счастлива. Готова выбежать на улицу и танцевать от радости. Потише. Они могут услышать. Пусть слышат, мне какая разница. Мы получили отличный отзыв от Арды Тюркмена. И мы разозлили Таилана. Что еще можно желать? Снова сжечь Рим? Давай сожжем. А почему бы и нет? Я и сам сожгу. Да, все было класс. Но, надеюсь, нас не сдастся. Она выглядела расстроенной. Это правда. Очень расстроенной. И убежала в спешке. Но, надеюсь, после сегодняшнего она никогда уже не будет грустить. Так ты думаешь, все кончено? И что теперь будет делать нас? Ну, тут уже посложнее. Хорошо, что Таилан разозлился. Нам это на руку. Но вот Хазим, он огорчился. Я ее знаю, а она очень любит своего отца. Все прошло прекрасно. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. Да уж. Ну, как тут не радоваться? Ты не обязана была ехать? Ничего, провожу тебя до дома. До сих пор не верится во все это. Ты никогда мне не верила. И сейчас не доверяешь. Когда я злюсь, могу переходить грань. То есть, теперь ты мне доверяешь? Или все еще веришь только своему мужчине? Я уже вообще не понимаю, чему верить, а чему нет. Единственное, что я знаю, сегодня ранило не только тебя. И нас всех зацепило случившееся. Сыночек, фират мой, ты в порядке? Не волнуйся, тетя, я в норме. Производственная травма. Ему уже лучше. Расскажи, что случилось. Ты что, подрался? Что стряслось? В чем дело? Говорю же, производственная травма. Вот и все. Пойдем, отнесем лекарства. Поправляйся скорее, фират. Да быть этого не может. Мама. Ничего страшного, заживет. Сколько швов ему наложили? Нет, им было мало испытать мальчика деньгами, они решили испытать его кровью. Полегче, мам. Что полегче? Ты ей это скажи. Еще и в дом к нам явилась. Разве я не выгнала ее вчера? Султан, он точно подрался с этим доктором. Вот что они скрывают. Хватит, Гюлендам. А что? Скажи спасибо, что фират никого не убил. Всевышний уберег. Другой бы этого доктора точно порешал. Спасибо, Всевышний, что вернул мне моего сына. И дай нам терпение. Она все же привезла его сюда, мам. Не забывай. Ладно, ладно. Султан, не делай резких движений. А то как бы в просад не попасть, знаешь ли. Молчи уже, Гюлендам. Ну что там, Оргин? Ерунда, не волнуйся. Мы в кафе. Ладно, идите. Хорошо. Не переживай. Ладно. Давай, положу тебе под руку. Я на это не куплюсь. Вот, господин, это успокоит вас. Я не хочу успокаиваться. Наоборот. Я хочу быть, как разъяренный бык. Бык сосредоточен на цели и не видит ничего больше. Ничего. Что за цель, господин? Я прикончу этого шефа, самозванца. Не волнуйтесь, господин. Госпожа Бигюм будет в программе. Она в отеле, никуда отсюда не денется. Мы спасли программу, но что же случилось с нас? Ты сам вырыл себе могилу, шеф. Схватка с Таиланом дорого тебе обойдется. А что, если с мальчиком что-то случится? Что я скажу сестре на том свете? Хватит уже, султан. Наш Ферат в порядке. Всевышний хранит его. Хватит. Да, мам. Накручиваешь себя, а лучше бы радовалась. Поймете, когда сами матерями станете. И не забудь о том, что сказал доктор, ладно? Твой доктор не пожелал скорейшего выздоровления, злодей. Ты лучше о руке думай, а не об окружающих. И лекарства принимать не забывай. Кстати, а когда мне их принимать? Слушай, может я головой ударился? А может у меня и память нарушилась? Сейчас принесу воды и дам лекарства. А дальше сам как-нибудь. Ладно, идите уже в кафе и помогите ребятам. Идите. Нет, султан, мы не пойдем. А вдруг давление подскочит? Я в порядке. Идите. Идите. Иди, милая. Нас, можно тебе на пару слов? Да, султан. Не знаю, как у тебя, но мое сердце не на месте. А что, если что-то случится с моим мальчиком? Мы тоже за него переживаем, но ничего не случится. Почему мой сын все время во что-то вляпывается? Почему он рискует ради тебя? Султан, я понимаю, вы очень расстроены. Не понимаешь. Бывают мечты, а бывают иллюзии. Ты напрасно сеешь семена надежды в сердце моего мальчика, милая. Я знаю, они никогда не взойдут. О чем вы говорите? Милая, ты помолвлена. Ты обещана другому. У тебя иной путь. Не сбивай моего сына с его пути. Послушай, я же не требую. Я умоляю тебя, как мать. Прошу, держись подальше от Феррата. Ты не сближайся с ним снова. Ладно. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»